Лесных пожаров в прошлом году в регионе было зафиксировано около 80. Все они пришли в лес с полей и лугов. Подготовка к пожароопасному сезону традиционно начинается зимой. Дело в том, что уже в апреле зачастую из-за пала травы и прочих возгораний леса будут подвергаться опасности. Уберечь их от этого должны минеральные полосы и своевременное патрулирование. Поэтому главное здесь техника. В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году за средства федерального бюджета была закуплена лесопожарная техника на общий объем финансирования более 25 миллионов рублей. Министерством природы и цикличной экономики в 2020 году уже начата подготовка к пожароопасному сезону 2021 года. 19 лесничеств, существующих на территории Ульяновской области, сейчас расконсервируют машины, проверяют прицепную технику, делают все, чтобы не допустить пожара. А если он все же возникнет, легко потушить его, не дав разгореться. Для этого, кстати, проводятся межведомственные учения при участии МЧС. В этом году средств на профилактику и приобретение техники в бюджете заложено около 60 миллионов рублей. Вот уже третий год у нас идет реализация национального проекта «Экология». В рамках данного национального проекта действует федеральный проект сохранения лесов. Данный комплекс предназначен для перевозки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров. Он очень удобный, этот комплекс, в плане того, что он, так скажем, маневренный в лесу, компактный и высокопроходимый. Если в наличии трактора для создания минеральной полосы или, выражаясь проще, опашки, как опушек леса, так и самого очага возгорания, если такое возможно. Есть и более серьезные машины, которые занимаются более габаритными перевозками. Лесничьи напоминают, пожар возможен даже в заснеженном лесу. Так что, находясь на природе, будьте осторожнее с открытым огнем и ни в коем случае не оставляйте его без присмотра. Анна Тищенко, Павел Половов, Владимир Куликов. Новости Оллправда ТВ.